Бог и Его дела. Книга Иова, 5 глава, с 1 по 16 стих. Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, Дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей, Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Размышления, часть 1. Природа правосудия. Книга Иова, 5 глава, с 1 по 7 стих. Елифас продолжает свою речь. Человек рождается для страданий, и только глупцы думают, что они могут что-то изменить. Несмотря на то, что есть определенная доля правды в идее нависшего над всеми наказания, правосудие – это не какая-то абстрактная безличная сила. Библия учит о том, что оно основывается на Божьем характере. Господь сам лично его производит. Грех не просто бесформенное нечто, что нарушает баланс космоса, а действие, которое наносит личное оскорбление Богу, и которое должно быть наказано смертью. Но в отличие от безнадежного замкнутого круга греха, страданий и смерти, который рисует Елифас, Бог предоставляет нам выход – кровь своего совершенного Сына Иисуса Христа. Применение. Как, согласно Писанию, правильно понимать грех и наказание? Как бы вы ответили на аргумент человека, доказывающего, что его личный грех не имеет никакого отношения к Богу? Размышления, часть 2. Истина в последней инстанции. Книга Иова, 5 глава, с 8 по 16 стих. Правильный подход в борьбе с несправедливостью – это вызвать к Богу. Его величественные дела и сострадательная забота о творении демонстрируют его мудрость и доброту. Ему можно доверять в вопросах правосудия. В этом слова Елифаса согласуются с библейским учением. Тем не менее, нам следует обратить внимание на то, что Елифас отвергает мысль о том, что Иов праведен или мог бы быть праведником. Он вводит этот божественный элемент только как средство просвещения Иова и подтверждения своей точки зрения. Но мы всегда должны превозносить Божьи дела и славу не ради того, чтобы прочитать лекцию друг другу или выиграть незначительный спор, а потому что это истина в последней инстанции. Нашим основным мотивом провозглашения славы Божьей должно быть не что иное, как сама слава Божья. Применение. За что вы воздаёте славу Богу? От каких эгоистичных мотивов вам нужно очистить своё поклонение Богу? Молитва. Господь Бог, славлю Тебя, ибо Ты совершенен и Твои пути всегда праведны. Помоги мне смиренно поклоняться Тебя в духе и истине, чтобы только Ты один был в центре моего сердца. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Помоги мне смиренно. Senhor Иисус Христа. Продолжение следует...